Балвар-радиус нам Олтонча, мини-музыкальпенеса. Добрый вечер. В студии Тимур Бекморзин. Время реальной экономики. Это время вспомнить наше великое прошлое, поговорить о настоящем и оценить перспективные планы на будущее. Сегодня в центре нашего внимания большая химия. Ровно 60 лет назад разговоры о крупнейшем в стране химическом комбинате в Казани стали приобретать реальные очертания. Было принято решение о строительстве. Еще через 5 лет на Казанском заводе органического синтеза была получена первая продукция. Первая партия фенола и ацетона. Так начиналась большая химия в Казани. И мы еще вспомним в этой программе и ветеранов той грандиозной стройки. И все этапы великого пути Казаньоргсинтеза. В том числе непростые периоды в новейшей истории компании. В 90-е и нулевые. И конечно оценим текущие производственные результаты казанских химиков. А также поговорим об их планах на будущее. Обо всем по порядку. Смотрите в этом выпуске реальной экономики. Вспомнить все. История становления и развития Казаньоргсинтеза. Этапы большого пути. Строительство и первые производственные победы. Трудные 90-е. Чем сегодня живет компания? Расскажем. Отрадуюсь, что на протяжении последних 15 лет приоритетом компании Казаньоргсинтез остается активная инвестиционная деятельность, постоянная проводимая реконструкция и модернизация производства. История в лицах. Как и кем создавалась большая химия в Казани? Ветераны-химики. О великом прошлом, успешном, настоящем и перспективном будущем. 65% в стране полиэтилен давал наш залог. Смена, за которую не стыдно. Кто ведет Казаньоргсинтез к новым производственным победам? Большой юбилей. Казаньоргсинтезов 60, Центральной лаборатории 55, заводу поликарбонатов 10. Казанские химики отмечают юбилейные даты. Казаньоргсинтез – ведущее предприятие столицы Татарстана и один из лидеров химической промышленности России. Компания с богатыми традициями, славным прошлым, успешным, настоящим и многообещающим будущим. Надо отдать должное советским руководителям 50-х годов. Это были мудрые люди, большие экономисты, и мыслили они масштабно, на перспективу. Решение о строительстве именно в Казани огромного химического комбината было, безусловно, грамотным ходом ЦК КПСС. Решение принималось в далеком 1958 году на майском пленуме Центрального комитета партии. И партийные чиновники, надо отдать им должное, все просчитали верно. Химическая промышленность страны нуждалась в новых мощностях и ускоренных темпах развития. А Казань, Татарстан для этого подходили идеально. Помимо других плюсов был еще один. В конце 50-х годов 20-го века химические производства СССР переводились на новую сырьевую базу попутный нефтяной газ, производимый в нефтяных районах. Это стало дополнительным стимулом для строительства рядом с Казанью абсолютно нового химического производства. Так что все было за то, чтобы строить именно у нас. Удобная логистика, близость источников сырья, мощная научная и образовательная школа, а главное кадровый потенциал. Люди, которым по плечу были любые, даже самые большие задачи. Об этих героических личностях, ветеранах Казань Оргсинтеза и этапах становления главного предприятия Казани Зарина Ахметова. Вот уже 60 лет прошло со дня закладки первого камня на территории Казань Оргсинтез. Тогда, в июле 1958 года, он был основан как Казанский химический завод. Уже через год началось активное строительство промышленных объектов в первой очереди. В июле 1963 года в Татарстане появился первенец большой химии, Казанский завод органического синтеза, где 13 июля 1963 года была получена первая партия казанского фенола и ацетона. С того момента ежегодно предприятие наращивало объемы производства, выпускало новые виды продукции. На поколение того времени была возложена сложнейшая задача – поднять химическую отрасль Советского Союза на новый уровень. Но они не боялись трудностей, а смотрели им прямо в лицо. Наша первая группа – несколько человек. Мы все закончили высшие учебные заведения, но были приняты на предприятие рабочими. Владимир Петрович Лушников, первый генеральный директор Оргсинтеза, так и сказал, «Ребята, вы имеете высшее образование, перед вами открывается перспектива спуском предприятия, перед вами открывается перспектива деятельности как инженеров-технологов, но в данный момент вы аппаратчики, аппаратчик пятого разряда». «Это было очень интересное время, потому что нам было еще только по 18 лет, когда мы пришли на завод». Совсем молодым в 1964 году на завод пришел Илья Итуганов. В то время строилась первая очередь производства полиэтилена высокого давления. Туда-то и направили начинающего специалиста. Так Ильман Афович вписал свое имя в историю создания одного из основных производств завода «Органический синтез». «Наша задача была курировать, изучать производство, технологию будущего производства, полиэтилен в первую очередь. До этого, в этот год примерно, как раз было пущено небольшое производство, оно меньше в два раза, чем вот наше, но уже, так сказать, полиэтилен начал зарождаться в нашей стране. А нужда была очень большая в этом полиэтилене». Когда Илья Итуганов пришел на завод полиэтилена, это были только первые очертания будущего производства. Но уже примерно через год, 31 декабря 1965 года, были получены первые гранулы полиэтилена. Это стало прорывом для химической отрасли Советского Союза. Постепенно производство набирало обороты. Благодаря упорству и труду заводчан в 1971 году, за достигнутые успехи в увеличении мощности по производству химической продукции, органический синтез был награжден почетным орденом Октябрьской революции. Тогда же, в 70-е годы, была получена первая миллионная тонна полиэтилена высокого давления. «65% в стране полиэтилен давал наш завод. Поэтому это наша гордость была. И когда миллионная тонна была, за это боролись, какая смена получит это. Каждый год до 1983 года на территории органического синтеза появлялся либо новый цех, либо целое производство. Были построены четыре очереди этиленного производства. Три очереди производства полиэтилена высокого, производства полиэтилена низкого давления. Объем реализации продукции по тем временам составлял около 200 миллионов рублей. Достижение таких показателей стало возможным только благодаря слаженной работе коллектива и грамотному руководству. За всю историю работы с заводом я могу единственное что-то сказать, без всякой, ну, без лести, без всего, что Лушников был талантливейшим организатором коллектива. Он действительно жил вот нами, вот у нем я это чувствовала, что он полностью отдавал себе предприятию, вот полностью, он обо всем заботился. Большое внимание уделялось поддержке и здоровью коллектива. Было построено более 200 тысяч квадратных метров жилья, введены в эксплуатацию профилакторий, базы отдыха, детский лагерь. Появились объекты социального значения, в том числе один из крупнейших бассейнов города Оргсинтез. Сегодня здесь проводятся соревнования российского и международного уровня, культивируются водные виды спорта. Распад страны, закрытие предприятий, сокращение внутреннего рынка, потери прежних производственных связей ударили по Казань Оргсинтезу. Параллельно начались проблемы и с поставками сырья, и со сбытом продукции. К 1991 году объемы производства сократились. От полного финансового провала во многом спасал экспорт. Еще в 1987 году Казань Оргсинтез создал собственную внешнеторговую фирму. Предприятие стало продавать свою продукцию за границу, минуя государственных посредников. Экспорт давал валютные ресурсы, так необходимые в условиях обесценивания рубля. На предприятии стали создавать собственные непрофильные направления, которые помогали выстоять и производству, и заводчанам. Принятые меры спасли от экономического и социального краха. В 90-е Казань Оргсинтез был чуть ли не единственным предприятием в столице Татарстана, где работникам платили зарплату без задержек. Во второй половине 90-х возникла проблема с поставками сырья, а также с техническим состоянием производств. К началу 2000 года стало ясно, что флагман нефтехимии нуждаются в модернизации. Новая страница в истории объединения открылась в 2003 году с момента вхождения предприятия в группу компаний ТАИФ. Тогда была подготовлена программа инвестиционного развития компании, рассчитанная на период с 2004 по 2010 год. Итогом реализации программы стали запуск уникального для России комплекса завода без фенола А и поликарбонатов, модернизации производства полиэтилена низкого давления, фенола и ацетона, обновление инфраструктуры предприятия. В последний год реализации программы на заводе и телена завершена масштабная модернизация с реконструкцией второй, третьей, четвертой очередей. Сформирован комплекс Э-500. В 2013 году была принята следующая программа по стабилизации и совершенствованию технологий производства заводов. В процессе модернизации была проведена не только текущая замена отдельных узлов и деталей, но и установка нового оборудования. Сегодня Казань-Орксинтез – это целый комплекс современных химических производств, оснащенных по последнему слову техники. Сейчас дочь работает на газоразделении, вот нового поколения, Телен-200. Вот она что-нибудь там вот рассказывает, и для меня Америка. И это действительно так. Сейчас предприятие Казань-Орксинтез оборудовано самыми современными технологиями. Пример тому – один из наиболее масштабных проектов, реализованных на заводе. Это запуск двухкамерной печи пиролиза «Техник» в декабре 2015 года. Это позволило значительно увеличить производительность этилена и нарастить мощность еще на 36 тонн в час. Сегодня Казань-Орксинтез – один из ведущих предприятий нашей страны, высокотехнологичных, с хорошей экономикой, с хорошими показателями. Сегодня вы одно из самых эффективных предприятий благодаря той программе модернизации, которая была и которая продолжается. Внимание! Пуск! Поздравляем всех присутствующих со знаменательным событием на Казань-Орксинтез «Такерже». И на это модернизация производства на Казань-Орксинтезе не заканчивается. Уже 22 ноября на заводе «Итилен» будет запущена новая четырехкамерная печь «Техник». Также заново отстраивается производство изопропилбензола по новой технологии. Увеличиваются мощности и на других производствах. То, что серьезно повлияло на выбросы в сторону снижения их, конечно, это оснащение реактора С системы рекуперации. Это примерно около трех тысяч тонн углеводородов, которые раньше мы сбрасывали на факел и сжигали. Сейчас они возвращаются в процесс, продолжают работать. Затем ушли от хлорирования воды, построили установку для синтеза гипохлорита, для обеззараживания воды на нашей водозаборной станции. Свидетельством роста конкурентоспособности продукции компании является рост его экспорта. В целом, во многом благодаря развитию нефтехимической продукции растет доля несырьевого экспорта нашей республики. В частности, только за последние пять лет доля несырьевых товаров в экспорте республики выросла с 52 до 54%. Отрадуюсь, что на протяжении последних 15 лет приоритетом компании «Казань-Орсинтез» остается активная инвестиционная деятельность, постоянная проводимая реконструкция и модернизация производства. Совсем недавно, в марте текущего года, мы посетили ваши предприятели, ознакомились с ходом реализации программы реконструкции действующего этиленового производства. Мы вместе открыли новое пленочное производство. При этом предприятие сохраняет высокую социальную ответственность. Стабильное повышение уровня заработной платы, с тем, чтобы у нашего сотрудника был выбор выбрать самый лучший отдых, самый лучший вариант. Создаются очень хорошие современные условия для безопасного отдыха детей и наших работников. Предприятие участвует в различных социальных проектах Казани. В 2014-2015 году «Казань-Орсинтез» провел масштабную реконструкцию парка «Сосновая роща» возле ДК «Химиков». И еще один подарок казанцам предприятие сделал, восстановив систему лебяжьих озер. Площадь водной глади излюбленного места отдыха горожан увеличилось почти в 9 раз с 4,2 до 36 гектаров. Казанцы уже смогли оценить результат выполненных работ. В этом году после перерыва на берегу лебяжьего традиционно провели городской сабантуй. С 2013 года акция «Зеленый рекорд» не проходит без Казань-Орсинтеза. За 6 лет сотрудники предприятия высадили более 4600 деревьев в столице Татарстана. Завод оказывает активную поддержку и Республиканскому фонду возрождения. Он участвовал в восстановлении святынь Свияжска и Болгара. Нам всегда говорили, за вашими плечами стоит город, а это химия, к ней надо относиться очень ответственно. Так они и относятся к своему делу и по сей день. И хотя сегодня у руля уже обновленного предприятия стоит другое поколение, они уверенно продолжают дело своих дедов и отцов. История Казань-Орсинтеза – это история постоянного и поступательного движения вперед. И надо признать, это движение к производственным успехам не всегда давалось казанским химикам легко и непринужденно. В любом случае, это была история преодолений. История непростого становления конца 50-х, прошлого века, динамичного развития 60-х, 70-х и 80-х годов. Трудные борьбы за рынки в постсоветский период. История преодоления кризиса конца 90-х, мощной модернизации и обновления производств, которая началась на Казань-Орсинтезе с середины нулевых, после того, как предприятие вошло в группу компаний Таиф. Именно под контролем Таифа и правительства Республики Татарстан была разработана программа стратегического развития Казань-Орсинтеза. После ее утверждения начались переговоры с зарубежными компаниями, поиск новых технологий, лицензиаров. Перед заводчанами были поставлены амбициозные задачи. Реконструировать производство полиэтилена низкого давления, фенола ацетона, этилена, создать производство бисфенола А и поликарбонатов. Впервые с советских времен на предприятии налаживали выпуск принципиально новой продукции. Впервые заводы строились с нуля. Но история Казань-Орсинтеза – это не только история становления новых производств, развития технологий и модернизации. Это история людей и даже целых поколений химиков, которые сделали все эти заводы ЦХ лаборатории реальностью. История в деталях и лицах, которую мы вам сейчас расскажем. Свыше 4 квадратных километров площади, 7 заводов, 170 видов продукции. Кто стоит за спиной такого масштабного производства? Конечно, коллектив профессионалов, мастеров своего дела. Сегодня на Казань-Орсинтез работает свыше 8 тысяч человек. На плечах каждого из них лежит важнейшая задача. С момента своего образования на предприятии зародились специалисты и прославленные химики. Один из них – Анатолий Белоусов. В прошлом году он получил почетное звание «Заслуженный химик России». До этого он прошел длинный путь с 1975 года, придя на должность аппаратчика завода органических продуктов и технических газов. В 1975 году это было совсем другое оборудование. Я еще работал в другом корпусе, там старое оборудование было. Потом вот в 1981 году я перешел в этот корпус, чтобы здесь при монтаже уже работал. Потом запустили мы его в 1982 году. Вот с тех пор я здесь работаю. Цех, где работает Анатолий Белоусов, занимается разделением кислорода и азота. Полученные газы отправляются на нужды потребителей и производства. Это сейчас завод оснащен автоматическим оборудованием и не требует постоянного вмешательства человека. А раньше здесь все делали вручную. Все вручную, все вручную. Потом здесь вот более-менее тогда, в 1981 году уже более-менее автоматика пошла. А сейчас уже все. Вот компьютер управляет. Совсем легко стало людям работать. А раньше тяжело, конечно, было. Все бегать надо было, сломя голову. Где-то что-то случится, бегом бежать, закрывать, открывать. Сегодня Анатолий Белоусов продолжает трудиться на производстве. За годы работы здесь он уже знает практически каждый винтик. Сейчас помогает молодым сотрудникам. Главный совет, который дает заслуженный химик России начинающим работникам, это не забывать, что на тебя возложена большая ответственность. Ничего, надо серьезно относиться к своей работе, грамотно изучать свое рабочее место. Еще одна гордость предприятия – заслуженный химик Татарстана Владимир Окружнов. Именно здесь, в стенах, Казань Оргсинтез. Он после окончания института делал первые шаги в своей карьере в должности начальника смены. У нас как бы семейные традиции. Мой отец был, занимался всю жизнь химией, старший брат пошел по этому пути. И я как бы тоже пошел, соблюдая семейные традиции, пошел с самого начала, пришел на завод «Этилен» в 1993 году и по сей день работаю на заводе «Этилен». Свои первые годы на заводе Владимир Александрович вспоминает как непростые. Это было время перемен в стране. Менялось и предприятие. Внедрялись новые автоматизированные системы, компьютеры. Приходилось осваивать новые знания и навыки. Было это где-то середина 90-х, конец 90-х годов. Что такое компьютер, у нас мы не знали. Поэтому приходилось полностью переподготавливать персонал обслуживающий. Да, они были очень, как сказать, асы. Знали очень хорошо оборудование, но совершенно не могли работать с компьютером. Поэтому приходилось обучать. То есть и сами учились, и обучали. Владимир Окружнов рассказывает, что с момента прихода на Казань «Орксинтез» здесь проходила постоянная модернизация. При нем обновился комплекс «Этилен-200». Был построен комплекс «Этилен-500». Была объединена в эксплуатацию новая двухкамерная печь «Пиролиза». А производительность «Этилена» достигла показателя в 600 тысяч тонн в год. Сейчас у нас дальнейшие планы, дальнейшее наращивание. В частности, на данный момент мы реализуем проект модернизации строительства в год в эксплуатации новых печей «Пиролиза» на комплексе «Этилен-200» компании «Этилен-200». В дальнейшем мы планируем реализацию пропановой, переработки пропанового сырья. То есть, что в целом нам позволит в дальнейшем нарастить наши мощности. С того момента, как они пришли на производство, предприятие претерпело множество изменений. Но, несмотря на это, «Казань-Орксинтез» остается для них вторым домом. Взамен предприятие поддерживает своих сотрудников. Не зря коллективный договор «Казань-Орксинтез» признан одним из лучших в республике. Сегодня они продолжают применять свои знания на родном производстве и передают опыт новому поколению. В этом году не только ПАУ «Казань-Орксинтез» отмечает большой юбилей – 60 лет со дня основания. Целый ряд заводов и подразделений компании также празднуют свои знаковые и памятные даты. Судите сами, 55 лет исполняется со дня выпуска первой продукции на предприятии – фенола и ацетона. На этом череда юбилеев не заканчивается. Корпоративному отделу «Казань-Орксинтеза» в этом году 25 лет. А завод поликарбонатов, который также входит в структуру «Казань-Орксинтеза», отмечает десятилетие со дня образования. О важных датах не только в масштабах предприятий и их коллективов, но и, пожалуй, для экономики всей «Казани» прямо сейчас. 55 лет назад о заводе «Орксинтеза» говорили, как о флаговании нефтехимии СССР. Была выпущена первая партия фенола и ацетона. Непосредственное участие в получении первой продукции приняли специалисты Центральной лаборатории завода. С того момента без них не обходился запуск ни одного производства. За годы развития лаборатории общества превратилось в новофункциональный научно-аналитический центр, ориентированный на проведение опытно-промышленных, инновационных и аналитических работ. Он обеспечивает разработку, внедрение и освоение новых технологий. За последние пять лет в Центральной лаборатории было выполнено свыше 1400 работ, направленных на совершенствование действующих производств. Специалисты постоянно отслеживают экологическую ситуацию в зоне воздействия предприятия, ведут мониторинг состояния окружающей среды. Так, в 2017 году здесь было проведено более 6,5 тысяч анализов атмосферного воздуха, более 8 тысяч замеров воздуха рабочей зоны. Замеры промышленных выбросов проводили 957 раз. Анализ выбросов на промышленной площадке более 2000 раз. В данном случае проводятся анализы летучих фенолов в стоках, которые сбрасываются в реку Волга после отчисленных сооружений Казань-Верксинтез. Анализы проводятся по плану графика, подтвержденным главным инженером, в периодичности два раза в неделю для осуществления мониторинга экологического на нашем предприятии. 55 лет исполнилось производство фенола и ацетона. Именно с него начинался Казань-Верксинтез. Именно здесь вышла первая продукция предприятия. В ближайшие два года здесь фактически заново будет построено производство изопропилбензола по современной технологии. Десятилетний юбилей отмечает самый молодой завод предприятия – завод поликарбонатов. Это еще одно стратегически важное производство на Казань-Верксинтез. На его долю приходится 100% отечественного поликарбоната. Продукция пользуется такой большой популярностью, что зачастую ее производят сразу под заказ. В планах у компании довести мощность производства этого полимера до 100 тысяч тонн в год. Несмотря на то, что в наше время вектор развития задает рынок, каждое предприятие должно двигаться по своему пути, сохранять традиции и быть готовым к изменениям. История Казань-Верксинтез – образец современного производства. Сохранив опыт прошлого, компания продолжает развиваться и шагает с ногу со временем вот уже шестой десяток. За 60 лет наше предприятие стало одним из крупнейших в стране. Поэтому то, что было заложено в начале 60-х годов прошлого века, оно сейчас получило хорошее продолжение. Сейчас пришли новые люди. Вы уже не первое поколение, которое работает на этом химическом предприятии. Поэтому в день юбилея, в год юбилея, разрешите поздравить вас с этим юбилеем. Пожелать вам успехов в развитии нашего химического завода. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, исполнения всех заветных желаний. Желаю коллективу органического синтеза больших успехов в труде, новых процветаний, чтобы наш завод всегда гремел в нашу страну. В этот четверг, 22 ноября, Казань Оргсинтез отметит свой юбилей. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова